О Крамалах из-за приличной территориальной отдаленности от Нижнекамска мы слышим не часто, но жизнь в сельском поселении, где проживает порядка полутора тысяч человек, идет полным ходом. О самых значимых событиях местного масштаба поговорили на сходе граждан. Символом перемен стала сельская школа. Началось все с ремонта кровли за более чем 2 миллиона рублей и продолжается до сих пор. С того момента в школе произошло много знаменитых перемен. Сделаны теплые туалеты, обновлены входные группы, замена мебель в четырех кабинетах, проведена большая работа по подготовке к новому учебному году. И хотя на сходе в основном обсуждались вопросы местные, свою речь перед кармалинцами Айдар Медшин начал с геополитики. По его словам, последствия экономических козней со стороны Запада затрагивают и Нижнекамский район. Но причин для беспокойства нет, а все благодаря грядущему росту промышленности. Это и практически двукратное увеличение переработки на Танека, и строительство нового комплекса на Нижнекамскнефтехиме. Все это, я говорю вам, казалось бы, не совсем близко расположено к городу и к тем вопросам и перспективам, которые с этим связаны, потому что это прямым образом в любом случае отражается на социально-экономическом благополучии не только горожан, но и сельчан. От вопросов общих перешли к проблемам частным. У многих кармалинцев имеется свое хозяйство, поэтому и вопросы задавали в основном фермеры. Крупный рогатый скот, мы все за счет этого живем. И идут уже слухи такие, что с 1 мая нас на рынок без услуг забойного цеха не пустят с мясом. Оказалось, что эти слухи вполне реальны, а все нововведения диктуются современными стандартами санитарного качества. Для вас в данном пусту решение мы приняли в Кулмаксе. Там есть у нас и фермеры, которые работают на вашей территории, построят именно элементарный убойный пункт. Правило – это регламент таможенного союза всего Евросоюза. Ну а как живется в кармалах в целом, уже после схода нам рассказали местные жители. Ну, живется хорошо, потому что я был городской житель. В 2014 году в августе вышел на пенсию, построил здесь дом и перебрался в это поселение. Вообще здесь нормально. В целом хорошо, замечательно. Я давно живу. День пожилых у нас делают и праздники стараются как-то отмечать. Ну, как получается, конечно. Ну, вроде пока неплохо. Ну, жить можно. Да. Ну, жить, в принципе, можно. Самое главное у нас загвоздка – совхозов нам денег не дается. Были бы элементарные, потому что у нас, считай, вся загвоздка в деньги упирается. Потому что надо за садик платить, надо за школу платить, за свет, за газ. Они же ведь не горгаз, не электроэнергия. Она же, не как говорится, они же не приезжают и не спрашивают нас, почему мы не платим. Мы же не просто, мы не то, что мы увиливаем, мы не хотим. Мы хотим платить, но просто нам нечем их платить. Что касается проблем с зарплатой от Химакам Агро, то Айдар Медшин пообещал сельчанам взять этот вопрос под личный контроль. Александр Акишин, Максим Липин. Новости НТР.